МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Пришло время говорить на последние рязанские темы, которые сейчас обсуждаются в нашем народе и в прессе. Главное, на сегодня в кратком изложении выглядит следующим образом. Дают газу, и в больницу сразу все больше скутеристов становятся грустными действующими лицами в дорожных трагедиях. Те, кто сумел вернуться. Наша телекомпания готовит к эфиру новый фильм о судьбах бывших наркоманов. Ну а теперь пришла пора поговорить обо всем подробнее. Сегодня появилась информация о том, что ушел из жизни молодой рязанец, которого якобы избили несколько дней назад охранники Дип-клуба в Рязани. Мы говорим якобы, но есть немало утверждений пользователей соцсетей, что драка была, что горожанин получил серьезнейшие повреждения, и что главными агрессорами были как раз секьюрити ночного заведения, расположенного неподалеку от Площади Победы. Делом занимался рязанская полиция, однако после того, как пострадавший скончался, материалы были переданы в следственное управление регионом. Еще о чрезвычайных происшествиях в Рязани. Сегодня утром наш оператор в районе Соборной площади снял планы, свидетельствующие о том, что дорожная авария с участием мотоциклистов становится в столице губернии печальной обыденностью. Байкеры и скутеристы – это те, кто почти голый босс и идет навстречу опасности, отчаянно ныряя в потоки машин. Защитная амуниция и многие двухколесные гонщики пренебрегают, а потому, даже если такого смельчака зеркалом заденут, то здесь чаще всего не избежать серьезных последствий. Дорожный инспектор, ссылаясь на статистику, происшествие утверждает, каждый третий ДТП с мототранспортом происходит из-за лихости подростков. Зарегистрирован один случай гибели молодого скутериста. 33 травмы. День сегодняшний принес новые цифры и факты. С начала года на территории нашего региона уже зарегистрировано 28 ДТП с участием несовершеннолетних на мототранспорте, в результате которых один несовершеннолетний погиб и 33 получили травмы различной степени тяжести. В 17 случаях таких ДТП вина в совершении происшествия усмотрится именно у юных водителей мото. К другим темам сегодня в мире отмечается Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Еще в начале минувшего века так называемая Шанхайская опиумная комиссия, в которую выходили 13 стран, в том числе и Российская империя, пыталась выработать систему ограничения ввоза наркотиков из восточных регионов в другие страны. Похоже, не очень все это дело получилось, а наркозло расползлось по всему миру. И на 42-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 87-м году, после соответствующего доклада Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, было принято решить восстановить 26 июня как день борьбы с наркотической угрозой. Сегодня отметили дату и рязанские наркополицейские. Всемирный день борьбы с наркозависимостью отмечается 26 июня, вот уже на протяжении почти 30 лет. В связи с памятным событием в управлении Госнаркоконтроля прошло торжественное награждение сотрудников ведомства за успехи в работе. Но в этот день стоит отметить заслуги сотрудников медицинских учреждений, реабилитационных центров и самих людей, которым удалось побороть в себе недуг. Здесь, наверное, это не только наш праздник, но и праздник тех социальных и медицинских работников, которые помогают также в борьбе с этим явлением, с этим злом. То есть это занимаются реабилитацией, ресоциализацией наркозависимости. По статистике, наркотики в нашей стране ежегодно убивают около 70 тысяч человек. И сегодня мы благодарим всех людей, чьей труд помогает наркозависимым избавиться от страшной болезни. Всех людей, чья работа помогает сократить, а то и полностью прекратить поставки смертельной отравы в нашу страну. Как говорится, к праздничку Федеральная антинаркотическая служба России опубликовала данные о том, что в нашей стране удалось таки остановить распространение наркомании. Прозвучало громко. А вдогонку последовала информация, что и смертность от употребления наркотиков у нас понемногу снижается. Такие сведения приводит сегодня агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу в СКАЭН. По данным этого ведомства, пробовали наркотики по крайней мере однажды. 15 миллионов наших сограждан, около 8 миллионов употребляют наркотики. Периодически 3,5 миллиона страдают устойчивой наркозависимостью. Целый фильм о тех, кто сумел все-таки побороть в себе эту смертельно опасную страсть, кто не уступает ей, помогает выйти из наркобеды другим людям, готовит сейчас к эфиру наш автор Оксана Тебенихина. Вот что рассказывает о своем проекте. Этот проект нам удалось реализовать в рамках Национального антинаркотического союза. Вот во время форума нам удалось сделать несколько съемок, несколько интересных героев отснять. Этот проект будет рассказываться от лица, собственно, самих героев. Три человека, которым удалось попороть наркозависимость, которые выбрались в люди, которым теперь, ну, можно сказать, открыта дорога в жизни. Нам было очень интересно общаться с этими людьми. Мы очень благодарны им за то, что они откликнулись, отозвались и пообщались с нами. Очень открыто они не постеснялись рассказать о каких-то историях из личной жизни. Они не постеснялись поделиться с нами каким-то своим опытом из прошлой жизни. Еще в конце 2013 года российское правительство сообщило, что квота на выдачу иностранцам лицам без гражданства разрешения на временное проживание в нашей стране составит в 2014 году около 96 тысяч фактов. В конце прошлого года рост числа пребывающих в Россию мигрантов вновь увеличился. А за последние 4 года он составил около 40%. Это почти в два раза больше, чем въезжал к нам, скажем, в 2009-м, сообщил тогда глава Федеральной миграционной службы Константин Армадановский во время лекции в МГУ. Сегодня о выдворении нелегальных мигрантов говорили на брифинге рязанские судебные приставы. Наплыв иностранцев, желающих получить место жительства и работу в России, в наше время довольно велик. Сегодня судебные приставы провели пресс-конференцию, посвященную проблеме административного выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. В текущем году на исполнении в Управлении Федеральной службы судебных приставов Паризанской области поступило 174 постановления судов об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, которые нарушили порядок пребывания в нашей стране. По словам Андрея Орлова, в этом году количество выдворенных иммигрантов в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основу составляют представители Средней Азии. 70% из них – жители Узбекистана. Второе место занимают уроженцы Таджикистана. Из официальных событий сегодня надо отметить заседание Рязанской городской думы. Оттуда репортаж нашего парламентского корреспондента Глеба Галушкина. Одним из важных вопросов очередного заседания Рязанской городской думы стало утверждение изменений в бюджет на 2014 год. Доходы бюджета увеличиваются более чем на 80 миллионов рублей. Прежде всего за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета и неналоговых доходов. Большая часть этих средств будет направлена на реконструкцию трех детских садов. Также депутаты рассмотрели и одобрили проект соглашения с городом Брестом Республики Беларусь. Рязань и Брест станут городами-побратимами. Здесь настолько есть большие возможности для сотрудничества и в рамках экономического союза России и Беларуси, но и в рамках остальных вопросов социального, гуманитарного характера, которые относятся к вопросам и образования, и культуры, вопросам здравоохранения. Спектр этой деятельности обширен, поэтому мы надеемся, что данное соглашение позволит еще более успешно развивать эти отношения. Депутаты Рязанской городской думы назначили дату публичных слушаний по переводу участка рядом с Комсомольским парком на улице Новаторов с общественно-жилой зоны на зону городских парков и скверов. Поправки в генплан позволяют де-юро оформить фактически существующую зеленую зону и впоследствии заняться ее благоустройством. Эта территория будет благоустроена. Прежде всего, речь шла о участке достаточно большом, то, что участок, который прилегает к Комсомольскому парку на улице Новаторов. Соответственно, имеется возможность уже подъезда со стороны улицы Новаторов и захода с тем, чтобы там можно было сформировать уже красивую входную зону, и жители могли бы беспрепятственно в него проходить. На заседании была определена дата празднования Дня города. Главный городской праздник состоится 2 августа. Еще из официоза, но праздничного и приподнятого. Сегодня рязанский губернатор Олег Ковалев провел прием лучших выпускников региона. Отличники и дипломанты съехались из всех районов области, чтобы получить непосредственно из рук высокого начальства заслуженные награды. В правительстве Рязанской области губернатор Олег Ковалев лично поздравил и наградил почетными грамотами и медалями отличия наших выпускников. Это совсем еще юные ребята. Это настоящая гордость нашего региона. Медалисты, отличники, можно сказать, передовики своего времени. Я искренне надеюсь также, что каждый из вас в будущем состоится как личность, как специалист в своем университете, станет достойным гражданином нашей любви страны. Сохраните свой индузиат, тянуть знания, ставьте посылки в цепь и отрывайтесь их исполнения. Не снижайте жизненную плавку. Впереди у них вся жизнь. И пока им кажется, что все самое лучшее уже позади. А в ближайшие годы их ждут лишь трудности, вечно недосып и тяжкий труд. Это все неправда. Они умеют и работать, и радоваться жизни. Сегодня у ребят праздник. Нарядные, красивые, полные надежд. Нетерпеливо вертятся они на стульях в ожидании того, что сам глава региона назовет их имена. Это их первые большие успехи, громкие награды. Ну, конечно, очень приятно. Очень все торжественно. Много добрых слов сказано губернатором. Поэтому, конечно, ощущение самое хорошее, самое приятное. Очень здорово. Будешь возвращаться в свою школу в гости? Конечно. Я очень люблю учителей своих. Буду скучать всем у класса. Надеюсь, что каждый год на вечер встречу будет. Школьные годы чудесные. Как много добра в этой фразе. Ребята благодарны своим преподавателям за то, что те дали им дорогу в жизнь. Научили их самому главному быть ответственными гражданами своей страны. Радует то, что большинство выпускников-медалистов останутся в Рязани и области. Ведь, как говорится, где родился, там и пригодился. А нам такие бриллианты и самим нужны. И завершает нашу программу сюжет на правах рекламы. Но вполне познавательный его подготовила Ирина Ковалева. А тему можно обозначить так. Верьте в добрые чудеса. Иногда они все же сбываются. Но прежде чем дать репортаж, сообщим, что сразу после нас в эфир выйдет программа подробностей. Сегодня мы ждем в студию главу муниципалитета, председателя Рязанской городской думы Андрея Кашаева. Всем удачи. До встречи на экране. Вера Тихонова из города Сасово даже не думала, что когда-нибудь поход в супермаркет может принести не только вкусные, нужные и качественные продукты, но и сертификат на 20 тысяч рублей. Однако, узнав об акции на самый длинный чек, проходивший в супермаркете «пятерочка», решила попытать счастье. Увидела рекламу. У нас семья многобекная. В общем, это предложила своим домашним. И они меня поддержали. А почему бы нет? Почему бы не поучаствовать в акции? Данную акцию решили провести не случайно. Она была приурочена к открытию четырехтысячного магазина этой сети. А участником мог стать любой покупатель, истративший в определенный день более 700 рублей на любые товары этого супермаркета. Какова будет сумма самого длинного чека, руководство не могло даже предположить. Предположений не было. Сумма была для нас, на самом деле, сюрпризом. В основном чеки значительно ниже без проведения данной акции. Поэтому мы были удивлены. Приятно удивлены. Действительно было чему удивиться. Ведь Фера Тихонова в тот удачный для нее день истратила на покупки 13 тысяч рублей. Но она отмечает, что ничего лишнего куплено не было. Все нужное. Во-первых, мы, как сказать, тут у нас уже юбилей должен быть был у мамы. Мы закупили саму Софию, остальное детям, внукам, памперсы и прочее. В общем, короче говоря, мы составили список, пробежались, говорим, что нам необходимо. Об истраченных деньгах Вера Алексеевна не пожалела. А уж когда в ее квартире раздался телефонный звонок, и вовсе не могла поверить своему счастью. А мне позвонили, администрация позвонила и сказала мне такую весть. Как вы на это отреагировали? Была очень счастлива. Вот так Вера Тихонова стала обладательницей сертификата на 20 тысяч рублей. Кстати, их семья уже решила, что подарит эти деньги родителям на юбилей. Ну а мораль из этой истории можно вынести следующую. Нужно чаще обращать внимание на различные акции и не бояться в них участвовать. Тогда повезет именно вам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА